Здравствуйте, это Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые важные и актуальные события. Сегодня обсудим, почему на Украине вдруг заговорили о возможных переговорах с Россией, что стоит за этими заявлениями и стоит ли им доверять. За последние несколько дней Зеленский дважды заявил о возможных переговорах с Россией, которые, напомню, он сам же и запретил. Эту тему стали разгонять и украинские политологи и журналисты, которые еще недавно отрицали саму возможность таких переговоров. Что изменилось и стоит ли нам всерьез относиться к подобного рода информационным вбросам? Обсудим на связи со студией политолог Иван Аркатов. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с событий последних часов. Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл на Украину впервые с февраля 2022 года и он планирует обсудить с Зеленским мирное урегулирование конфликта. Что это может означать? На мой взгляд, все-таки киевский режим, команда Зеленского, скорее всего, получили какую-то методичку обновленную по тому, как выходить из того кризиса, куда Украина сама при поддержке своих западных товарищей просто-напросто загнала. И прибытие в Орбана в том числе, я думаю, такой хороший, интересный, я бы назвал даже интересный знак, который можно рассматривать в первую очередь как попытку донести до Зеленского, скажем так, определенные условия Москвы, потому что все-таки понятно, что Орбан так или иначе выступает в таком нейтральном статусе и старается максимально поддерживать интересы своей страны и поддерживать, в первую очередь, адекватную политику на территории Европы. И вот этот приезд, конечно же, может стать такой одной из отправных точек по началу такого переговорного трека, который Зеленский на данный момент, скажем так, еще кое-как отрицает, но стоит дослаться к его недавничным заявлениям, где он уже перешел в стадию торга или принятия даже. Вот. И, ну, на мой взгляд, это такой хороший знак. Ну, конечно, вот если смотреть в те же самые там все знаки-символы, то, судя по всему, Орбан, возможно, даже скоро уйдет из правительства, исходя из примет, что те, кто поручился с Зеленским, почему-то оперативно теряют свои должности или начинают болеть. То ярким примером, опять-таки, является тот же самый Макрон. Ну, не хотелось бы. Мы понимаем, что Орбан не пророссийский политик, он выступает за интересы Венгрии, венгерского народа. Но давайте обратимся вот к этим заявлениям Зеленского. Он сначала в Брюсселе, потом в интервью одному из американских изданий заявил, что, в принципе, переговоры возможны. И настаивал на том, что главное не допустить разрушения Украины и в итоге попасть в НАТО и Европейский Союз. Что такое по-зеленскому не допустить разрушения Украины? Ну, на мой взгляд, это уже такая вот стадия, когда киевскому режиму приходится уходить от своих нарративов. Когда они кричали в опиле, что Украина должна быть установлена в границах 1991 года, даже с учетом того, что Крым уже 10 лет в составе Российской Федерации. И сейчас происходит такой постепенный, аккуратный перекат идеологической машины, машины пропаганды киевского режима. Но тут довольно-таки, на мой взгляд, сложный аспект с точки зрения того, что на протяжении, я бы сказал, двух лет вот эту всю машину разгоняли, подпитывали различными вбросами, фейками, нарративами, которые говорили, что борьба с Россией до победного конца, вплоть до разрушения Российской Федерации, к выходу границам 1991 года. В итоге мы сейчас видим, что получается такая история, что приходится Зеленскому откатываться назад. Хотя на данный момент в любом случае действует закон, который он сам подписал об отказе, о запрете введения каких-либо переговоров с Российской Федерацией. То есть, как я понимаю, в горячке и по указке из Вашингтона или из Лондона было это принято, чтобы поддержать и развить нарративы киевского режима о битве с Россией до выхода до границы 1991 года и до победного конца. Но ситуация говорит об обратном. То есть, на мой взгляд, становится видно. И я думаю, в Европе, в Вашингтоне, в том самом Ленге понимают, что вот тот формат конфликта, который сейчас есть, Украина просто-напросто не выдерживает уже при всей поддержке Европы. И Европы и Запада в целом. И Запад уже не готов продолжать финансировать и снабжать вот эту воровитую историю киевского режима, потому что больше, ну или приличная часть денег просто-напросто разворовывается и не идет, не следует к тем целям, которые они запланировали. То есть, на мой взгляд, такой серьезный показатель, что просто так Зеленский бы этого не стал говорить. Поступила новая методичка, в первую очередь, исходя из, как сейчас принято говорить, да, из положения на земле. И я думаю, что все-таки аналитики просчитывают определенные моменты. И исходя из того, как дальше, в дальнейшем могут развиваться события. Пожалуй, впервые в интервью в философийской газете Зеленский сказал, что мы вынуждены рассматривать какой-то переговорный трек, потому что несем огромные потери. Раньше они говорили другое. Это российская армия несет большие потери, у нас потери незначительные. Что вдруг заставило его сказать правду? Невозможно уже скрывать тот ужас, который на самом деле происходит? Я думаю, да, совершенно верно. То, что происходит с точки зрения потерь, уже просто-напросто невозможно скрывать, потому что люди смотрят в телевизор, ну, скажем так, да, в интернете на Украине, и смотрят то, что происходит на улицах, что происходит с их знакомыми и близкими, что огромное количество людей погибает, и тот же самый Зеленский уже постепенно начинает уменьшать, скажем так, потери Российской Федерации, но многие те же самые, и тем самым показывает, что все-таки он лгал на протяжении всех двух лет, активно лгал людям, потому что, ну, ярким примером является показатель того, что ряд международных экспертов говорят о потерях Украины, и то, я думаю, что эти люди зачастую говорят более-менее нейтральные, имея нейтральную позицию, что там чуть ли не порядка 600-700 тысяч погибших, и плюс в общей сложности там больше, чем за миллион так или иначе пострадавших, раненых в этих боевых действиях. Вот, и это такой серьезный показатель с учетом того, что огромное количество людей из Украины просто еще бежит, продолжает бежать и уже убежала. То есть тут Зеленский, ну, ему приходится уже постепенно разворачивать эту машину, но это одно и то же, если машину резко, не знаю, ручной тормоз дернуть, невозможно резко остановиться и поменять вот этот курс, который у них был, и вот в этом плане, я думаю, в связи с этим вопросы, скажем так, у населения Украины будут возникать, и, скорее всего, еще больше увеличится недоверие. А то, что потери огромные, люди это сами видят, прекрасно понимают, ну, как бы такой еще момент, который стоит обратить внимание, это обмен погибшими, телами погибших в боевых действиях, и там как раз идет соотношение, примерно, как Зеленский говорил, 1 к 6, то есть, грубо говоря, получается там 10, условно, да, 10 человек с российских, российских ребят погибших, и примерно 60 человек со стороны Украины передает наша сторона, а Украина передает, условно говоря, 10. То есть это тоже показатель того, какие есть потери на Украине в рядах ИСУ и во всех остальных вот этих образованиях военных. Говоря о формате возможных переговоров, Зеленский вспомнил о соглашении по Черноморскому зерновому коридору, якобы вот такие переговоры, возможно, через посредников, ООН, Турция, как в прошлый раз, или кто-то еще. А на ваш взгляд, кто сегодня мог бы стать таким переговорщиком, и насколько нам такой формат интересен и выгоден? Ну, на мой взгляд, для нас подготовительную стадию переговоров можно провести при поддержке, условно говоря, третьей стороны. Для нас самое важное и интересное это как раз реальные переговоры нашей стороны и киевского режима. И тут вопрос легитимности тех или иных представителей, с кем что подписывать, это отдельная история. Ну, я думаю, что, возможно, турецкая сторона может стать таким посредником, но тут уже много возникает вопросов в связи с тем, что предыдущий кейс, который был весной 2022 года, прошел, скажем так, не совсем успешно, но тут надо подумать. ООН точно, на мой взгляд, не может стать таким посредником в силу безумно сильной ангажированности. Скорее всего, это будет какая-то третья сторона, сейчас даже ее сложно назвать, не исключаю, с учетом сегодняшних новостей, что вполне это может быть та же самая Венгрия, с учетом ее такой, ну, скажем, нейтральной позиции. Вот, поэтому тут очень сложно подобрать, но все эти заявления, что мы припокс... будет все заявления Зеленского по аналогии, что это будет как с зерновыми вот этими историями, я думаю, все-таки это будет только подготовительный период, потому что нашей стороне важно напрямую вести переговоры, договариваться с представителями киевского режима, с украинской стороной, потому что иначе это опять-таки будет какая-нибудь филькина грамота, и то тут важно понимать, что при случае каких-то изменений, каких-то обстоятельств, или там вдруг там не успешно, или как-то не так там пройдут выборы в тех же самых Соединенных Штатах, то Запад опять может насесть на Украину, и чтобы они опять отказались от всех подписанных и парафированных ими документов. Было бы наивно полагать, извините, что перебил, было бы наивно полагать, что Зеленский самостоятелен в выборе решения со стороны Запада, мы еще с вами это обсудим, а есть давление изнутри. Один из командиров националистических батальонов фактически впрямую пригрозил всем тем, кто вдруг захочет переговоры с Россией, что им это, ну что называется, аукнется. Насколько сегодня сильны вот эти настроения на Украине спустя уже, ну, более чем два года конфликта? Ну, на мой взгляд, протестные настроения, недовольство властью, текущая обстановка на Украине очень большие. И люди это видят, люди это понимают, и, ну, ярким показателем, да, к сожалению, не могут выйти на Майдан, как у них это получалось. Ну, видать, не такой свободный народ, как они о себе привыкли думать. И еще раз становится ясно, что это тот же самый, что первый, что второй Майдан делался только при поддержке, сильной поддержке западных сил. А так, я думаю, очень протестные настроения очень большие, как среди гражданского населения, но за счет жесткой, с одной стороны, цензуры в СМИ не так много чего просачивается, и за счет очень жесткой работы карательных органов люди просто-напросто боятся говорить. И, мне кажется, даже на кухнях люди стараются особо не говорить чего-то лишнего, потому что понимают, что кто-нибудь что-нибудь там настучит, напишет донос, и просто так с удовольствием кого угодно могут просто-напросто забрать, и потом уже непонятно, будет ли вообще, появится ли человек вновь или нет. Поэтому это один аспект, а второй, что, да, есть большая часть представителей вооруженных формирований Украины, очень серьезно и негативно относящихся как к Зеленскому, националистическое крыло вооруженных формирований, которые уже с самого начала, по факту, уже начало президентства Зеленского показали, как они к нему относятся, а сейчас, я думаю, отношение к нему еще больше ухудшилось, и для Зеленского это тоже такой серьезный фактор, давление, которое может резко изменить внутриполитическую ситуацию на Украине, если, скажем так, неонацисты решат как-то воздействовать на те или иные решения, которые принимает Зеленский. Ну, я не исключаю, что его в том числе могут отстранить от власти при помощи вот тех же самых неонацистов, когда им из Вашингтона или из Лондона придет определенная указка, ну и, соответственно, не только указка, а определенный финансовый транш. Ну, вот теперь про Вашингтон. На первых дебатах двух кандидатов в президенты США Трамп очередной раз сказал, что еще до наступления 25-го года, в случае его победы, он российско-украинский конфликт прекратит. Ну, правда, не сказал как. Байден в этом смысле ничего конкретного тоже не сказал, но если Байден хочет остаться хозяином Белого дома, какое развитие событий ему более выгодно? Перемирие или продолжение конфликта? Я думаю, до выборов ему важно, ну, я бы не сказал даже ему, а тем, кто за ним стоит, группе людей, которые сейчас по факту захватили власть в демократической партии, я думаю, именно им обойдут так, здесь председатель. Скоро, мне кажется, вы не удивились, если он будет ездить на инвалидной коляске. И вот этой группе лиц, которые захватили власть в демократической партии, важно продолжение конфликта как минимум до выборов в Соединенных Штатах, потому что иначе все их нарративы, все их идеи, которые они транслировали на внутриамериканскую аудиторию, просто-напросто посыпятся, и тогда они окончательно и точно проиграют эти выборы. То есть образ миротворца не нужен? Я думаю, сейчас Вашингтону, точнее, лицам, которые во главе администрации Вашингтонской, им сейчас мирный трек особо не нужен. Возможно, они могут сейчас что-то начинать готовить, но до конца ноября активных действий в информационном поле на мой взгляд все-таки не будет происходить, потому что иначе будет понятно, что Байден и все, кто им руководит, просто-напросто лгали и по факту станет конеч, что они обманывают обманывали и обманывают народу. Иван, спасибо большое за то, что нашли время и возможность ответить на наши вопросы. Я напомню, у нас на связи был политолог Иван Аркатов. Это программа Акцент дня. Смотрите нас ежедневно на канале Справедливая Россия и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова